замечательное яблоко очень красивая декоративная для того чтобы его сделать нам понадобится нам понадобится вот такое вот простое яблоко потом нам понадобится немножко брусничных листьев брусника растет в лесу у меня недалеко можно заменить самшитом и вот такие вот гвоздики которые можно купить в любом текстильном отделе они продаются в небольших наборах ну вот такие вот гвоздики со шляпками которые обычно применяют когда упаковывают мужские рубашки например и так все предельно просто мы отделяем листья от веточек берем яблоко и от середины от самой середины от черешка просто накалываем иголочки втыкаем до самого упора работаем не спеша работаем аккуратно вам понадобится примерно час времени для того чтобы наколоть полностью все яблоко то есть покрыть его листьями все зависит конечно от размера яблока и от размеров листьев вот таким вот образом можно продолжать и продолжать желательно в римской технике для того чтобы яблоко получилось очень очень декоративным и красивым хотя в принципе не обязательно в римская техника это наложение это как чешуя у рыбки вот если вы будете делать и продолжать дальше вот в таком вот порядке у вас получится автоматически римская техника продолжаем накалывать один за одним и так постепенно постепенно вы доберетесь до серединки а потом до нижней части и у вас получится то яблоко которое я вам показывала самого начала здесь конечно требуется доля терпения очень хорошая медитативная работа для тех кто провел целый день в стрессе и хочет расслабиться одновременно идет такое расслабление мозги полностью отключаются вы выполняете только какие-то такие вот одинаковые действия и тогда становится очень хорошо и еще конце концов по течении какого-то времени ну где-то примерно час у вас получится яблоко продолжаю накалывать листочки это очень такая медитативная работа как быстро справитесь с работой это зависит от того насколько у вас большие крупные листья или мелкие листья и насколько большое яблоко я взяла специально яблочки небольшие для того чтобы очень быстро справиться с работой ну очень быстро это полчаса чтобы не затягивать ну вот таким вот образом постепенно постепенно подбираемся к донышку яблока то есть к обратной стороне как с иголкой так и с листьями брусники лучше взять больше пускай останется нежели не хватит потому что недоделанное яблоко будет вам мозолить и мозги и глаза и поэтому лучше взять материалы с лихвой и пусть он лучше останется нежели его не хватит этого материала и поэтому купите чуть побольше иголок и сорвите чуть побольше брусники на самом деле здесь не так слишком много материала требуется на эту технику но в любом случае для того чтобы понять какое количество нужно и какое оно правильно вам нужно самостоятельно попробовать первый раз и да всегда можно переделать всегда можно сделать новое про это забывать не стоит ну вот яблоко практически завершено вот такое вот яблоко получилось у меня ну я так думаю что за полчаса вот такая красота яблоко completely Продолжение следует...